слушайте сейчас села глаза красить смотрите что у меня все капилляры в глазах полопались кошмар ужас что такое-то кошмар чтобы уметь на руку поужав на шаг не но он реально ненормальный драка из-за доширака покажу тебя доширак да филипп или не отдает вы доширак до 9 ты тоже на или вы любишь доширака ей не досталось ты даже все жвачки хотела ему до поменять столь вот эти дам же доширак я 3 купила да представляешь мы без света сидим сгорела лампочка я поставила вот такой торшер на время сразу убежал всем привет показываю у нас холодище было двадцать восемь утром сейчас двадцать один двадцать но холод прям такой пронизывающий ничего снимать не могу телефон даже не достаю потому что в перчатках перчатку снимаешь руки отмораживаются поэтому даже доставать не охота добежать быть до помещения я вообще расклеилась я боюсь что не получилось бы у меня так это как простуда вроде заканчивается потом раз опять начинается заканчивается начинается и когда такое происходит надо пить антибиотики меня так было и вот не знаю дойдет до этого дела или нет но пока креплюсь дорогого договариваюсь с организмом крепись крепись лимон ем мед едим витамин c и поэтому надеюсь будет все нормально потому что все вокруг болеют кашляет с какими-то шалями на пояснице ходят за плечо держится кого-то продуло кто-то сопливит кто-то чихает кашляет в общем вот так вот сейчас у меня это все происходит сейчас тут альбомчик нашла до 2009 год я ездила на гуа и смотрю вот эти вот фотографии думаю надо же я нигде не улыбалась ни на одной фотографии везде серьезные просто для сравнения и сейчас тут что-то попыталась я даже выставляла где-то эту фотку а дети пришли заканчиваем 2009 год 25 декабря или 9 января 2010 на новый год в смысле о ты туда на год ездил 2010 2009 нет в новый год то ведь потом 2010 год наступил так и чё ты больше не будешь кушать колбасу вашу любимую как круто так понравился руки помыла да по здрасте это друг мой бывший а это жаль . ну ну или это же я то что вот это что за тетя да это место это местная жительница так сейчас тебе яички еще очищу тетя наташа принесла которые нам со своей фермы ты еще не пробовала их я их еще даже не видел да ты чё так вот посмотри какая прелесть не очень удобно но надо приноровиться это перепелиные яички быстро перекусит от борща отказалась и получается мама утром встает тебя везет на дополнительное данная обычно бабушка это делает какая бабушка баба галя баба галя на тебя обычно всегда и по садик довезет мама потом у тебя во сколько чарлидинг внутри у тебя начинается в 6 часов чарлидинг да потом школе ты до скольки ну получается вот мама вас возит везде потом за филиппом едет и получается что почти весь день куда-то вас надо отвезти потом забрать привести накормить заплести хорошо есть бабушки и папа а так я даже не могу сообразить в какие дни у тебя допустим чарлидинг он сколько раз в неделю три вот потому что тебя не отпустили в школе а дополнительные в три четыре раза дополнительные вкусняшку взяла сердечки кумать есть можно утро в перми дайте какой вид красивый я заболела все конкретно вот тут мои любимые лекарства нафтезин галазолин все я без них не жила горло болеет нос заложен и все что этому сопутствует мы пришли на завтрак я бы хотела сейчас вот ежевыжу кусок у наташи были более поджаристые я люблю больше поджаристые я люблю больше поджаристые яйшица а здесь каша а каши нафтезин тоже я пить хотела десерты вот утром я вообще сладкое не могу есть я вообще его никогда не смогу шампусик вот они морсики вот это я хочу попить прям очень-очень и кофе может выключишь телефон-то школа школьный что-то вообще ужас читаю не понимаю вот смотрите написано рассмотрите форзац раньше таких слов-то не было где он поймать его вот абзац я понимаю рассмотрите абзац а форзац все готово 10 одежек и все без застежек да, Нелли? очень холодно все, давай пока пошла за подружкой в соседний дом напротив если надо обед пришел пришел так нет вот ты знаешь сидишь только жрать и охота только жрать и охота замерзнешь ты меня не снимаешь я тебе с задней сзади снимаю и сидишь только и ждешь когда еда какая-нибудь то приедет то сам поедешь что-нибудь поесть то вечером да, приходишь во что-нибудь вкусненького горяченького поесть вот вкусняшка пахнет это вообще потрясающе просто саджичкой да, мам? такой хлебушек саджикой мне кажется мы на почте третий день опять стоим 40 минут когда на нас хоть поднимут глаза и это конечно особые места где ты себя чувствуешь таким дерьмом сейчас покажу девушку, боже, как она с нами разговаривала как будто мы тут какие-то последние люди на земле с ними отвлекаем ее от чего-то важного это это просто ужас вот она вот так разговаривала 40 минут а мы стояли ждали когда она нас начнет обслуживать она поднимает глаза и говорит я вообще не вами занимаюсь вроде что вам тут надо мы говорим ядрит твой налево так вы нас обслужите в конце концов-то А, да Эль Патио сейчас проезжаем здесь в центре Екатеринбурга тут построили все и представляете вот когда мы с Риком переписывались он прислал приглашение нам на четверых человек вот в этот ресторан Эль Патио да? итальянский я помню я так удивилась ну тогда еще не очень было распространено это все онлайн заказывать я думаю ничего себе как это так он купил этот сертификат договорился с курьерской бабой да? баба Дима ты я насколько это человек но мы там так поели что нам даже не хватило какой-то суммы Дима доплатила помню да я ему помню звоню говорю мы сходили так классно он же просто не думал что мы всю семью потрачим да но на 6 человек пошел вместо четверых он может думал что ты со мной там сходишь да вот Эль Патио и он такой это доволен был но я помню так удивилась ну да думаю что себе дает с какой-то Америки с какой-то вообще другого края земли заказал какой-то сертификат в Екатеринбурге в ресторане ну а сколько лет он зовут что как классно так-то светится город у нас видите как красиво на Кечи так мы на заправку приехали вечер уже и сейчас позвонил Ленин муж ну отец детей у которого сумку украли с документами совсем ну как и предполагалось сценарий один и тот же пришел бомж в офис к нему даже нашел там в документах адрес и говорит поехали со мной там где-то в подвале твоя сумка валяется ну вот Лена ему сказала никуда не езди пусть сами привозят в общем не знаем ждем когда эта ситуация разрешится и конечно же будут денег просить потому что якобы выкупить там все что есть и самый лучший покупатель это человек чьи это вещи что Филипп что вкусно дай-ка я покажу лапшичку твою сам заварил да сам чайник вскипятил я и сама то сто лет не ела вкусно да вкусняшечка китайцы молодцы я помню мы на работе все ее ели на обед покупали заваривали горячее вкусное согрелся наелся 20 рублей или сколько оно так стоит да пук Филипп, я же пожалуйста попросила Когда я Нелю прошу потише Она сразу же делает тише И не кричит больше Так что давай тоже будем уважать ее Потому что Неля всегда, когда просит ее потише Она меня не уважает Затем я ее тоже не уважаю Она меня не уважает А как уважение к тебе достоприм? А я тебя уважаю? Да, она не Весь Не уважает меня Я тебя так врежу Она алкаши похожа Вообще не уважает меня Вообще не скользко Слушай, правда так алкаши Да, вот так вот, когда ругаются Очень похоже Ты меня уважаешь? Ты меня уважаешь? Нет, я тебя не уважаю Ах, так ты меня не уважаешь И драка И драка Все, уже началась Началась, да, драка Так, кстати, можно семью Ах, 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 ах Все, прекратили Выходим из машины Пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok